Здравствуйте, меня зовут Чернушевич Дмитрий, я аттестованный риэлтор, замдиректора агентства недвижимости Загородный дом, квартирный центр. Как я пришел в риэлторство? Ну, я не приходил, мне пришлось прийти. Мой отец начал заниматься недвижимостью, и в силу того, что я всегда ему помогал, мне пришлось, так скажем, стать риэлтором. То есть я даже еще в школьные годы ездил, показывал объекты, общался с клиентами. Ну, и мне нравилось, почему бы нет, хорошие машины или состоятельные люди, хорошие, так скажем, полезные знакомства. Ну, и на тот период времени я достаточно был еще молодой, был наивный и всегда пытался людям ничего не продать, а помочь найти. И как бы многие клиенты это ценили, и когда я получал хорошее вознаграждение за свой труд, мне это вдохновляло. И через какой-то период времени это стало вот таким, как снежный ком потоком. Ко мне постоянно обращались люди, клиенты, они передавали меня. Я вот наработал определенную аудиторию там клиентов, которые постоянно мне... Я даже зарабатывал деньги, учащийся в институте. То есть я отдавал там свои объекты другим агентам и получал за это вознаграждение. Ну, вот так я, наверное, и стал риелтором. Работу я прошел от самого низа, то есть агента, до, грубо говоря, заместителя директора, какие-то определенные административные функции на сегодняшний день выполняю. Большинство моих клиентов, которые покупали через меня, либо продавали, до сих пор звонят, спрашивают совет, консультируются, приводят своих детей там, то есть многие передают из рук в руки. То есть поэтому на сегодняшний день я могу сказать точно, что даже если не тратить деньги там ни рекламы, ничего, я просто могу сидеть, и мне будут звонить все равно эти клиенты. То есть у меня уже аудитория клиентов работает уже на меня. Я больше всего люблю переговоры. Мне всегда нравится общаться с людьми. Я люблю, когда есть покупатель, есть продавец, и вот они не могут достигнуть какого-то соглашения. И очень, как бы, раньше это было, мне казалось, проблемы очень сложно. Сейчас мне это доставляет удовольствие, когда можно убедить одного продать, а второго купить. И это считаю свой результат. У меня были очень много сложных переговоров, и я даже могу сказать, что некоторых клиентов приходилось придерживать за рукав, чтобы они не убежали с переговорами. Но я вот горжусь тем, что я умею убеждать людей, и благодаря этому у меня большое количество, так скажем, сделок, и люди возвращаются, и довольных клиентов. Значит, история из жизни, реальная история. Клиент очень долгое время продавал недвижимость, вот находили покупателя, он отказывался. Вот. И в один момент, когда вот тоже нашелся покупатель, он отказался. Он говорит, все-таки это дешево, за эту сумму не буду продавать, начнем поднимать. Вот. Мне пришлось с ним беседовать, чуть ли не там два дня провести с ним вместе. То есть я с ним и на работе, и потом и в кафе мы с ним обедали. То есть я убеждал, убеждал. Но в итоге он согласился продать за эту стоимость. Через год он увидел, что этот объект продается снова. Увидел за ту, какую сумму. И его, так скажем, поощрение-то было там, ну, не только финансово, как он выразил, но и также был определённый с его стороны жест такой, как в плане по бизнесу, помощи и все остальное. Это благодарность в силу того, что вот я помог ему принять правильное решение на тот период. Еще одни курьезные случаи были. Очень мне нравится, когда приходят люди пожилого возраста, покупают недвижимость. У нас был случай, бабушку приводили внуки с палочкой, она под руки привели, она чуть зашла на второй этаж. Но когда ей дали деньги за сделку, бабушка уже побежала её ложить в банк. Я смотрю, что за столом осталась палочка бабушкина. Вот. Я схватил эту палочку и бегом догнал бабушку только вот на стоянке уже, когда она садилась в машину. То есть я тогда понял, что уже деньги настолько крыляют людей, что они уже готовы забыть про все свои остальные какие-то болезни. Да, у нас был курьезный случай. Звонил клиент и спрашивал, как далеко находится ваш дом. Когда мы сказали 15 километров от МКАД, он сказал, не надо мне ваш МКАД, скажите, сколько от моего дома. Вот. Ну, есть еще случаи разные. То есть звонят клиенты, спрашивают, у вас туалет сидячий или стоячий. То есть люди бывают разные. Практически каждая сделка, если так смотреть на людей под углом, это уже какое-то событие. Разные люди, разные эмоции. Кто-то нервничает, кто-то переживает, кто-то наоборот доверяет. Но большинство клиентов уже потихоньку я вижу, что доверяют риэлторам, доверяют профессионалам. Я вот по себе могу сказать точно, что когда тебя рекомендуют не только как, скажем, в рамках семьи, но и знакомым, и друзьям, это уже говорит о том, что ты востребованный, ты необходим. И большинство людей на сегодняшний день очень много звонят советам продавать, не продавать, консультируются. И это я понимаю, что риэлторы – это не тот человек, который пытается там людям сорвать какие-то деньги. Это человек, который помогает людям сохранить эти деньги. Раньше, я помню, когда мы приезжали еще в какие-то населенные пункты, когда заходили к председателю сельского совета, либо в исполком, говорили, а вы кто? Мы говорили, ну я вот риэлтор, мы приехали оформлять. Он говорит, риэлтхер, риэлтхер, выйдите, вы не нужны тут, мы сами все сделаем. То есть люди не понимали, кто это, кто это такой риэлтор, зачем он нужен. А сейчас я вижу, что большинство клиентов даже сами не пытаются продавать, а приходят к нам и доверяют профессионалам. Продолжение следует...